Добрый день, дорогие наши друзья, наши подписчики и просто телезрители! Канал Добра и Позитива приветствует вас сегодня, 1 февраля 2013 года на нашей Черногорской кухне! Сегодня хочу сделать небольшой репортаж о еще одном способе приготовления свежевыжатого сока из цитрусового, в данном случае из апельсинового. Вот эти вот апельсинчики еще с утра сегодня росли на дереве, вот такие вот свежие, хорошие. И сегодня я и хочу показать, как я с них делаю сок. Витаминный такой вот напиток. А все делается очень просто. Берется три апельсина, можно четыре, но они небольшие, поэтому я беру вот три, ну четыре можно взять. Доска, острый нож и блендер. В принципе все. Самое интересное, что сами апельсины я не чищу, а я их режу на четыре части, такими дольками. То есть у вас получаются вот такие вот как бы долечки. Не вытаскиваю ни косточки, снимаю только вот эту вот шкурку. То есть у вас получаются вот такие вот замечательные, красивые долечки. Апельсины свежие и как бы шкурка прям такая, цедра прям свежая, хорошая такая, упругая прям. И забрасываем наши дольки в блендер. Забрасываем наши дольки в блендер. И для этого нам еще нужно будет немножко воды. Можно минеральный, можно обычный. В данном случае вот я заливаю обычную воду из-под крана, потому что у нас, ну как бы, своя вода скважина и вода горная. Ну я на всякий случай из Москвы еще привез фильтр Брита. Я его пропускаю через фильтр. И как бы эту воду можно абсолютно пить. Вот. Ну, так же вот нарезаем еще апельсинчики. Потихонечку туда забрасываем, чистим. И у нас получается вот такая вот соковыжималка, так называемая. И на приблизительно 2 стакана свежевыжатого сока, соответственно, нужно где-то 3-4 апельсина. Такой вот у нас получается энергетический, витаминный напиток. Так, забросили мы апельсины. Заливаем немножко воды. Вот такой вот у меня фильтр небольшой. Залили немножко воды, чтобы он был не таким терпким. И ставим все это дело в блендер. Накрываем крышкой. И включаем соки. Сейчас получится у нас короткий, замечательный, витаминный напиток. Канал позитива и добра. Кто не подписался, кнопка где-то здесь, внизу, подписывайтесь. В принципе, можно за 30-40 секунд приготовить замечательный сок. Апельсины сладкие, поэтому добавлять что-либо еще, как бы, нет смысла. Ну, кто любит, можно добавить еще ложку меда в сок. Тоже он получается очень такой вкусный, насыщенный. Вот, собственно, наш сок и готов. Быстро и просто. Потому что, если делать через соковыжималку, есть соковыжималки на цитрусовую, да, то, ну, мне кажется, во-первых, очень много отходов получается, да, а вот в данном случае, во-первых, практически мусора никакого нет. То есть, получается только, ну, как бы, корочки вот эти выбрасываем и все. И сок, соответственно, получается очень натуральный, насыщенный, вкусный и полезный. И хотел вам еще показать один из вариантов приготовления кофе. Сейчас я возьму камеру в руки и покажу. Есть такая замечательная фирма, называется Неспрессо. Неспрессо. Вот так вот она выглядит. Машинки тоже разные есть. Вот такая вот машинка. Вот такая вот фирма. Я считаю, что вот эта фирма, она, как бы, лучшая. Ну, как бы, и по кофе, и по всему. Они есть разные. Есть и Браун, есть Сименс. Вот у меня Сименс, у меня вся техника. Видите, да, вся, как бы, техника Сименс. И вот такие вот есть, как бы, капсулы. Вот такая вот коробочка. Вот здесь вот они все, как бы, лежат. Ну, знаете, вот кто кофе любит, кофе как бы занимается. Вот такая вот, все разные есть. По сорта. Можете потом на паузу поставить и почитать по каждому из этих сортов. Есть без кофеина, есть с кофеином. Есть Рестрета на маленькую чашку. Есть Лунга на большую чашечку. Вот такие вот еще я купил капсулы, вот не знаю. Говорят, что они тоже подходят к машинке Неспрессо. Ну, вот я вчера, как бы, чашечку одну сварил. В принципе, да, подходит. А все это делается очень просто. Вот такая капсула, она, как бы, закладывается сюда. Вот так вот закрывается. И все, как бы, соответственно. Очень все быстро, без всякого мусора, без всяких там заморочек там. И все очень качественно и вкусно получается. Вот так вот все это выглядит. Тоже вместо сахара можно добавить ложку меда в такой замечательный напиток, как кофе. Ну, вот, собственно, вот такой вот у меня получается. Такой вот легкий завтрак мой. А после обеда будет рыба или морепродукты. Вот так. Ну, ладно, подписывайтесь на наш канал. Всем добра, счастья, здоровья. Сегодня пятница. Впереди выходные. И поснимаю для вас еще какие-нибудь интересные ролики, репортажи. Ну, наверное, уже с улицы. Потому что погода стоит хорошая, солнышко. И поснимаю что-нибудь рядом с морем для вас. Все, всем добра, удачи. Чао, пока. Пока. Продолжение следует...